В поселке Новоталицы зазвучала музыка стихов. Любители поэзии собрались на традиционные цветаевские чтения. В музее семьи Цветаевых они проводятся уже четверть века. Принять участие в мероприятии приезжают представители цветаевских музеев из разных регионов России, а также представители творческих союзов, музейного и библиотечного сообщества. Основное назначение наших цветаевских чтений – это, конечно же, во-первых, сохранение истории, сохранение культуры, открытие новых страниц, новых, может быть, каких-то сокровенных моментов из жизни семьи Цветаевых. Встреча проходила в недавно открытом доме звонаря на территории музея. Для гостей мероприятия была открыта литературно-музыкальная гостиная. Сотрудники музея выступили с рассказами о трех поколениях семьи Цветаевых. Мои коллеги, которые меня делегировали сюда, попросили рассказать о музее, о том, как мы отметили столетний юбилей, о том, как развивается и продолжает жить просветительская идея Ивана Владимировича Цветаева в стенах нашего музея, о том, как много мы сделали для ее развития. Для гостей и участников чтений была открыта экспозиция рисунков студентов художественного училища. В каждой из работ юные художники стремились показать свое отношение к произведениям Марины Цветаевой. Необходимо общение. И для нового поколения очень важна вот эта так называемая культурная связь, без которой, в общем-то, не бывает будущего. Организаторы мероприятия уверены, подобные чтения необходимо проводить как можно чаще. Люди способны творить и работать только тогда, когда они помнят и чтят свои корни и свою культуру.